вот такая погода у нас в ейске на кубани сегодня 24 января смотрите какая красота снег уже таял но опять выпал и даже морозы у нас до минус 7 минус 10 вот такая захотелось запечатлеть эту зимнюю сказку красиво очень на улице солнышко вообще обещают потепление и снег весь опять растает вообще хочу сказать в том году зима была намного мягче были ветра такие прям убойные ветра что сносило но мороз вот таких не было четыре дня всего лишь снег лежал в этом году зима на юге сдержалась вот такая любовь обнимает его и трется так работают блогеры подожди она просто она к тебе прижал она охватывает меня за шею ведь я ее не держу ну то есть она на руке просто она обхватывает меня за шею и прижимается и третки или так не идет до самый смешной когда я ее беру на руки она отталкивается она лапки вытягивает и отталкивает володя на это напрямую он проходит мимо она кричит просится к нему на ручке вот когда он берет ее на руки то она его обнимает за шею да кстати вот она блогерская работа у нас вышло новое видео новая серия сейчас видео будет по поводу убитой квартиры нашей сняли стартовое видео и будем и будем снимать теперь видео про ремонт еще одна пришла ревнует это кошечки риска и лисенька обожают его а папа обожает кошечек своих да вот такие у нас блогерские вечера что лисенька и обнимашки друзья у нас вечер тихий семейный уютный вечер в общем настала пора убирать елку я не знаю кого как пойдем да в общем мы слабаки мы не дождались марта или еще чего там все ждут мы решили убирать на самом решили не мы решили коты да у нас коты начали разносить елку второй день и я вспомнил что в прошлом году они делали абсолютно то же самое да мы хотим гирлянда оставить пусть висят да такая прелесть оставим тоже а и наклейки на окне да мне нравится и мне тоже себе тоже нравится химба пойдемте пойдем гулять просит это окно открыть нет открой открою кто тогда уйду ну вы что пойдем дальше разбирать да сейчас володя вынесет коробку да я буду вести съемки а ты будешь все делать хорошая да друзья напишите в комментариях вы уже разобрали своих красавиц посмотрите наш на что стало похоже они и разгромили как только смогли бус уже непонятно где висят он я сварю нижние ветки уже похоцали мишурупа выкидывали у нас это кто олень володь вот это олень да короче олень стоял под елка него выкинули сюда сначала поскладываем да нет давай сразу коробку до бантики вот такие веселья смотрите во что они стали превращаться они стали уже все разгрызать в общем надо убирать вот он тоже поснимали вот такая красавица у нас в спальне стояла до коты активно помогают да обязательно надо выйти нам еще потом переезжать нам надо чтобы все нормально было как когда-нибудь это да это снять ну в общем процесс такой трудоемкий сейчас будет больше ну знаешь когда наряжаешь у тебя такое настроение праздничное вот а сейчас немножко жалко жалко что очень быстро прошел праздник ждешь ждешь а он раз и закончился все у нас такая краса красавица уже не совсем красавица жалко мы приходили первым делом всегда включали гирлянду и потом уже делали какие-то дела с в общем мы слабаки да и так что волос говорит рассказываю рассказывать в воскресенье мы поедем моревку с машей олегом вот за ребята я не бегу впереди паровоза нам надо будет туда отвезти я не знаю даже элементарно какие-то вещи там я не знаю ведра там еще что-то тряпки для ремонта вот ой маша мне надиктовывать голосовые там такие хорошие советы дает что нужно взять я не знаю там шпатели всякие еще что-то но они спецы в ремонте поэтому они знают что нужно и чтобы чтобы потом правильно она говорит там хватит чего-то не бегать а чтобы все очень было они нас в общем повезут туда и олег нам поставит краны чтобы мы элементарно там руки могли помыть вот это вот такие планы а еще да кстати вот эти вот гирляндочки надо это домики я убрала им можно к домикам можно убрать по вынимать их надо да и на узнает вообще проверим они вообще живые ну да ой красиво ее так и не никуда не приглашали включали до него на елке два раза а что за недовольное лицо а я должна висеть на кремлевской на стене как и как и предполагалось а еще я не докончил мысли у меня сегодняшний меня отпуск недельный до меня внезапно там шкафу короче и убрала да как она лежала эту доброго вот внезапно меня отправили в отпуск посчитали меня уставшие сказали иди отдыхай давай даже не знаю куда тебя никогда никогда давай наверно к тебе поближе а то тебя не слышно будет ну чего день микрофон или придется монтировать не потом ой какая красота красиво очень домики такие да шикарно покупали с мечтой о доме это в прошлом году покупали когда у нас еще и вообще ни коня не воза как говорится было не даже денег не было чтобы жилье свое купить вот да а сейчас у нас есть своя квартира друзья огромное спасибо всем за комментарии под видео про нашу квартиру с обзором за просмотр и коты так что такое помогаете или наводите порядок вот большое количество подписчиков очень пришло благодаря этому видео вот всех рады приветствовать всем всех всем рады вот друзья смотрите нас давно впереди такой интересный трешевый контент намечается тем кто впервые ребят у нас на канале у нас четверо котов и да уже четверо наших и один приемный кузик да драка идет драка за коробку я не знаю что за бзик у котов эти ну любят они всякие особенно вот лисы кстати вот эта полосатая побежала любит всякие не знаю там тазики коробки кастрюльки у меня есть несколько фотографий с лисей где она в сковородке сидит на газоплите ну естественно выключены да наверное знаю что думаю наверное надо будет поскольку очень много новеньких у нас на канале как-то сказать да кто мы что мы вот мы люди ребят мы приехали из нижегородской области в два года назад мы второй год живем здесь в ельске пока да это до скорой 3 вот это дом частный мы его снимаем коты у нас доходят по столам просим снизу просим понять и простить снисходительно к этому относиться да вот спрашивали значит а так что еще там какие то вопросы у нас были поскольку народ новенький купили мы квартиру моревки купили за полтора миллиона двушка двухкомнат квартир 50 квадратов плюс подвал плюс есть свой участочек кто не смотрел наше видео зайдите на канал посмотрите обзор сейчас начинаем там ремонт вот так что еще почему моревки потому что больше денег да потому что больше денег не хватило до в ельске все очень дорого дома под снос от 4 с половиной миллионов вот квартиры ну разные стоимость здесь разные и тоже от 4 миллионов однушки да и предела нет вот по ценам у нас есть много видео когда мы подбирали себе жилье и чтобы вот избежать таких вопросов почему купили там посмотрите это эти видео потому что в ельске за эти деньги мы могли только приобрести либо комнату общежития да в жакте да либо жак убитые знаете при с унитазом в прихожей при входе вот прикольные варианты на и комната жила 9 метров ну метров в семнадцать девятнадцать наверное да либо общежитие с девятиметровой комнатой и 9 квадратов и туалет ванны на 5 семей вот такие вот были варианты и кухня естественно общая и мы решили что лучше квартира моревки моревка находится 25 25 километров ну давайте вот так ну ориентировочно 25 километров от ельска да это недалеко 15-20 минут езды на машине и оттуда ходят и туда естественно я просто смотрю как носится коты немножко в шоке да то что мы разбираем елку наконец-то да вот и ходят естественно автобусы автобусы из камышеватской ходят из станицы и из мирного это по поводу транспортной доступности рядом море с двух сторон на станице камышеватской и станице должанская это в двух направлениях от моревки можно доехать до моря на машине минут 15 наверное да да море там ну близко в общем близко да там уже прямо азовской до азовское море либо в ельск в ельск ну опять же минут 20 и там проще полями выйти на должанскую трассу и сразу же да и к берегу моря подъедете вот потом еще что касаемо инфраструктуры моревки там есть школа детский сад очень хороший новый современный фельдшерский пункт несколько магазинов потом киоски какие-то продуктовые строительные там хостовары есть так есть свой храм вот очень порадовала деревянный храм мы ездили тоже туда как то еще когда только купили делали обзор что еще там хорошего по поводу работы там спрашивают но школа почта магазины есть соответственно это уже как бы работа да и ну и нет работают же даже элементарных тоже должен обслуживать школу да а смотри еще когда мы едем туда по правой стороне там это какой-то типа агрокомплекс или что-то такое нет работает мы еще это спрашивали говорим а тут работа есть 2 до а там бантику не снял еще вот а тогда в основном у нас должны работе все ездят в есть до из камышеватской ездят из октябрьского ездят и широчанки ездят до отовсюду общем ездят переправы я встречал новый два пацана пришли на работе с ездят там где мы тоже хотели купить дом причем он он раньше танцов совхозе работал я так понял механизатором кем-то сейчас там какие-то мутки пошли то ли денег не платят то ли еще что-то как обычно есть и бывает он к нам пришел на работу со станиц ездят все в есть либо в какие-то крупные другие станицы самих станицах ничего не только агропромышленный комплекс то есть механизаторы там такое трактористы ну вот поэтому в прошлый раз когда ездили моревку и вот когда была пересдача старый хозяйка не ключей познакомилась с соседями под нами соседка мне понравилось очень вот они 15 но она на 1 1 там пока живет она говорит 15 лет назад купила эту квартиру тоже переехала вот в общем все хорошо соседи мне там ну как же не сглазить понравились на самом деле все говорят выбирайте соседей все это ерунда ребят соседи это такое дело она может поменяться в любой момент соседи могут такие заехать знаете что как вы как вы подберете себе соседями более в таком городе как есть где недвижимость вот так вот идет продажа покупка продажа покупка люди приезжают люди выезжают люди заезжают поэтому я считаю глупая идея подбирать себе соседи внешне вечные как и всем в принципе смотри как у нас елочка была елочка стала палочка да у нас очень легко собирается вот так ветки просто они это покажу ветка вот она откидывается фиксируется и дальше распушается а когда собираем в обратном порядке и в коробку запихивается мне всегда удивляет как в такие пушистые елки убираются такие узкие коробки а шарик входит и выходит входит и выходит у нас классная елка очень в прошлом году покупали в магните и так еще немножко нас расскажу так володя меня младше на пять лет вот там написали хорошо сохранились спасибо ребят очень и очень это радует до женатым 14 лет на 14 лет вот мне это второй браку в володе не было браков он не бракованный он свеженький чистенький свеженьким был сколько тебе было мне было сколько 38 по моим тебе минус 5 34 года ему всего за спиной потом значит так еще про детей спрашивают у нас общих детей нет у меня есть дети от первого брака и сын жене и дочка ксюша они остались держимске вот живут самостоятельной жизнью они взрослые поэтому в общем 8 все хорошо уехали мы сюда по состоянию моего здоровья но мы мечтали жить на юге вот и основным таким фактором переезда мгновенным и стремительным явилось это мое состояние здоровья меня заболевание суставов и врачи порекомендовали срочную смену климата что она очень до быстро володя ну мы рассказывали уже не раз как да мне рекомендовали врачи в городе держинске и потом назначили до масштабное обследование в нижнем новгороде в центральной больнице и когда я приехал туда там врач мне сказала что нужно как можно быстрее поменять климат потому что в общем идет разрушение а мы ты его куда-то девалка да под диваном по моему костного скелета и поэтому очень срочно надо поменять на более теплый климат и ну естественно здесь море морской вдобавок вот и володя когда ждал меня от врача нашел себе по интернету на вито работу это те вопросы а найду ли я работу володя сидя в нижнем новгороде нашел работу в ельске позвони до посиди в больнице позвонил директору предприятия и когда приехал на следующий день вышел на работу снял здесь комнату тоже диссуна вот и переехал жила я до конца в общем прошла обследование через два месяца приехал тоже сюда вот вот такая у нас история если какие то вопросы будут еще задавайте пишите по поводу многих интересовал вопрос кто будет у нас сделать ремонт демонтаж что-то вот такое что мы сможем мы будем делать сами а ремонт конечно же у нас будет делать олег если кто-то не знает кто такой олег зайдите на канал городок у моря сибирячки на кубани вот олег это муж маши до добрый южанин кстати да это канал олега это наши друзья новые друзья мы с ними ну как мы за ними наблюдали несколько лет еще до переезда на юг а сначала мы за ними наблюдаем потом они за нами так как оказалось да вот и получилось так что в общем мы тоже смотрели за ними я изредка писал не какие-то комментарии и как-то не знаю у нас очень хорошее отношение было к этим ребятам ребят нам позвонили и предложили встречу и знакомство вот чему мы очень рады потому что нам очень нравится эти люди честные порядочные очень добрые открытые и мы очень рады что судьба нас свела и надеемся на долгую прочную дружбу красного нет коты где-то потырили попродавали разбазарили наше добро пока шарики пока мы тут делами занимаемся коты в этот в наше отсутствие хозяйничать по дому куда-то и наше шарики применяли на колбасу наверно вполне возможно что не так все плохо у каких шариков нету тубы а были шарики без туба а нет по момента не знаю ладно ну все друзья на этом будем заканчивать свое видео все новый год закон ну какой же наоборот наступил вот а праздник закончился это из-под домиков кстати все наступают будни всем хорошего дня хорошего настроения подписывайтесь на наш канал кто еще не подписался пишите комментарии всем огромное спасибо за просто подписывайтесь да на канал девчонок сибирячки на кубани городок у моря сибирячки на кубани мы будем а кстати важную кулинарный канал рецепты нашего городка да и наш лимон будет идти на двух каналах маш будет и и четвертый канал володину злою же хочу свой ты не рекламируешь а кстати я подумываю постоянные подписчики как думаете начать не вести канал у меня смотрите есть куча трэша который ира не пропускает вот она там то она впечатлительная то я не нравится как цензура до цензура то я то что то не так там сказал то я не так посмотрел то я там голенький то я слишком одетенький в общем я не довольна быть это это там допустим как бывает там сара там мышь ловила у меня есть шикарные съемки рассказала что это кровожадно что я такое не буду выкладывать в общем есть куча контента который не попадает как думаете мне выкладывает на свой канал что будет смотреть шок контент в общем напишите в комментариях да если одобрите будем на володину канале пока все что не прошло цензуру не одобрите все друзья всем хорошего настроения пока пока